МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К чуткости чиновников призывал и президент в своем послании. Его векторы легли в основу отчета губернатора. Подведены итоги прошлого года и обозначены задачи на будущее. Это и повышение доходов жителей, и стабилизация экономики, привлечение инвестиций, поддержка и развитие бизнеса. Для нас главное не наказать, а предупредить. Не штрафовать, а дать возможность исправить нарушения. И ни в коем случае не закрывать предприятие. Важно, чтобы в такой парадемии в 2020 году продолжили работать все и региональные, и муниципальные, и федеральные надзоры. С 1 февраля мы открываем в Подмосковье, я думаю, что мы будем первыми, Центр защиты и поддержки бизнеса с единым телефонным номером 150. Приход в регион предпринимателей и инвесторов создаст новые рабочие места. А это, как отметил губернатор, одна из ключевых задач. Их количество только в этом году должно достичь 100 тысяч. Все регионы бьются за приход предпринимателей. Все хотят создавать у себя высокопроизводительные рабочие места. И в этой борьбе мы должны победить. Большой упор губернатор делает и на медицину. В приоритете повысить эффективность работы неотложной скорой помощи, продолжить создание новых медицинских центров и свести очереди до минимума. Большая нагрузка на первичное звено и ФАПы. В 2019 году мы открыли две поликлиники в Химках и одну в Курабском. А в начале 2020, буквально в ближайшие месяцы, большие поликлиники откроем мы в Тищах, Химках, Одинцово и Красногорске. Стратегическая задача строительного блока начать строительство первой детской госпиталя, можно сказать, по проекту, по национальному проекту президента в Красногорске. Главное достижение – обновление медицинского оборудования. Только за минувший год закуплено около 500 единиц, что отвечает запросам как пациентов, так и медиков. Позитивные изменения не обошли и Одинцово. К нам на поликлинику поставили новый рентгеновский аппарат, цифровой рентгеновский аппарат, он скоро начнет работать на днях, мы это запустим. Далее, это, конечно, то, что заявил Андрей Ильич Воробьев по поводу новой областной больницы в Красногорске. Это будет, конечно, великий прорыв, куда мы сможем наших всех и детских, и взрослых пациентов отправлять в новое современное здание. Большие ставки и на образование. Здесь регион серьезно преуспел. За шесть лет количество школьников выросло до 247 тысяч. В прошлом году мы торжественно заложили и начали строить 50 новых школ. Задача 33 из них сдать уже в этом году. 16 к 1 сентября и 17 с начала третьей четверти. Но главная задача не останавливаться на достигнутом, а изыскивать еще средства для выкупа помещений, чтобы новых школ и садов становилось все больше. Такое поручение Андрей Воробьев дал всем главам муниципалитетов. Эту тенденцию уже успели оценить Одинцовские педагоги. В Одинцовском районе недавно была введена в эксплуатацию новая школа. Это очень хорошо, потому что школ действительно не хватает. Это будет, наверное, способствовать тому, что будет ликвидация второй смены. Я бы хотела предложить еще, чтобы рассмотрели тот вопрос, чтобы наши старые здания как-то перестроить, чтобы и дети, обучающиеся в наших хороших школах, но загруженных, к сожалению, тоже получили возможность обучаться в комфортных условиях. Нововведения коснулись и самих учителей. Классным руководителям в Подмосковье будут ежемесячно выплачивать по 5000 рублей. Старшее поколение тоже получит поддержку. Андрей Воробьев также пообещал адресную помощь семьям с низким достатком и предложил уменьшить ставку по ипотеке до 3% при рождении первого ребенка в каждой подмосковной семье. Я рада была услышать, что с 1 сентября 2020 года будет обеспечено бесплатное горячее питание для всех обучающихся с 1 по 4 класс в Московской области. Мне очень приятно, что в нашем Одинцовском округе также появятся в 2020 году новые дома культуры и, я надеюсь, продолжится ремонт наших домов культуры. Конечно, речь губернатора – это установка на будущее, на целый год. Мы внимательно слушали и делаем для себя соответствующие выводы, которые мы будем применять в работе нашей. Есть разница между красивыми словами и делами. А когда вот это симбиоз, ты понимаешь, что действительно вектор, заданный Путиным, он, в общем, в области развивается достойно. Вот это слово тоже ключевое – достойно. Но это не значит, что нужно сейчас, знаете, вот, а мы тут все такие молодцы. Нет, работать надо и начинать тоже каждому с себя, попутно спрашивая еще с тех, кого мы выбираем. Андрей Воробьев говорил также о важности развития подмосковного туризма, транспортной инфраструктуры, увеличения количества дорог и развязок, введения единых проездных билетов на маршрутах МЦД, безопасности региона, увеличения количества спортивных объектов, детских домов и культурных учреждений. Все это, безусловно, коснется и нашего округа. То, что мы услышали, сейчас, безусловно, проведем подробный анализ, разберем все подетально, проведем встречи в трудовых коллективах, с общественностью, транслируем основные ключевые позиции в этом обращении до наших жителей. Здравоохранение, социальная политика, помощь пожилому населению и, конечно, образованию. Основные ключевые позиции для нашей работы на ближайший год. Влад Ашишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok